Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Христос воскресе, дорогие отцы, братья и сестры! Мне сегодня с болью в сердце хотелось бы сделать видеообращение в защиту святого отака Вячеслава, его мамы, отца Андрея Глова, Симонахини Антонии и правила о вымаливании младенцев. Возможно, уже многие из вас слышали видеозапись отца Гавриила Кондрашова, недавно появившуюся в интернете, где он выступает с критикой правила Симонахини Антонии и почитание святого отака Вячеслава, называя это славяковерием. А также было сказано о том, что мама отака Валентина Фанасьевна, монахиня Мария, отец Андрея Глова и Симонахини Антония находятся в глубинах ада. Многое другого было сказано в адрес этих светлых людей. Боречь в душе от того, что такие высказывания приходится слышать теперь уже и от непоминающих священников. Но всему этому надлежит быть, так как настало время, когда всё тайно становится явным. Господь все это попускает для того, чтобы до конца была выявлена позиция каждого из нас по важным вопросам, касающиеся нашей веры православной, и чтобы никто из нас не остался в стороне, ибо близ преддвериях есть. Когда мы прослушали видеообращение отца Гавариила, то нас объял страх. Как можно говорить такие вещи? Так уверенно, на чём основываются такие высказывания? Думается, что у всех возникли подобные вопросы. Отец говорил «Ответь всем тем людям, которых ты соблазнил своими высказываниями, а людей, которые почитают Отрока и Вячеслава, и читай правила Матушки Антонии много. В своём обращении ты утверждаешь, что мама Отрока и Вячеслава не имеет монашеского постыга, что она, отец Андрей Углов, а также симонахинь Антония, находится в глубинах ада, и что вымолить их невозможно». Встаёт резонный вопрос, кому всё это было открыто и каким образом. Об этом сказано не было. Раньше, когда были ещё живы истинные духовные старцы, как, например, всем известный преснопамятный старец Всероссийский Николай Гурьянов и другие, чей авторитет церкви был непререкаемый, то верующие люди могли с уверенностью прибегнуть к наставлениям и каким-либо видениям, откровениям данных нам через этих святильников самим Богом. «Но в наше последнее время, на котором говорилось, что истинно умалися, и что уже не будет истинных старцев, их все Господь заберёт, на кого можно сослаться? Чей авторитет был бы непререкаемый? Кому были такие откровения? Или это плод фантазий? Или прелесть вражия? Как можно с такой уверенностью утверждать, что преснопоминаемый симонахинь Антония, отец Андрея и мама Отека Вячеслава находятся в глубинах ада? И что их невозможно вымолить? Как вообще можно выносить такие суды за Бога? Кому было открыто, что Матерь Божия никогда не являлась Матушкой Антонии и не давала правила о вымаливании убиенных в отчеве младенцев? Как всё это можно говорить с такой уверенностью? Как можно говорить, что Матушка Антония была плещена демонами, не боясь выносить такие суды? Как можно говорить от имени Отека Вячеслава, что я не такой, каким вы меня посчитаете? У меня нет такой благодати, у меня нет сил исполнить то, о чём вы меня просите. Отец говорил, это ложь. Не может отрак Вячеслав такое говорить. Не мог такого он говорить. Потому что отрак Вячеслав помогает. Причём скоро помогает всем тем, кто с верой к нему обращается. Ведь если бы у него не было благодати помогать людям, как бы тогда происходило столько исцеления на его могилке? И не только на могилке. Верующие люди, которые настаивали водичку и маслице на камушках или земельке, взятой с могилки отрака, получали благодатную помощь. И исцеление от своих недугов. Таких примеров множество. И в книге о чудном отраке, и в интернете много таких случаев описанных, а много чудес, которые никем не были зафиксированы, но передаются из уст в уста. Как это всё можно отбросить, отвергнуть? Ведь чудеса исцеления и благодатной помощи являет Сам Господь по молитвам своих праведников. Тогда мы становимся противниками Бога и не принимаем того, кого Он нам даёт в помощь для нашего спасения. А именно Сам Господь и даёт нам эти чудотворения и скорую помощь по молитвам святых своих угодников, чтобы мы утверждались в вере православной и прославляли Бога дивного голоса святых своих. Я зачитаю критерий канонизации святых, по которым канонизируют человека в лике святых. Православный христианин причисляется церковью крику святых после смерти. Наиболее распространены следующие условия канонизации. Святость жизни, соответствие веры подвижника, православному вероучению, нетленность мощей, как дополнительный, неопределяющий критерий. Мы знаем пример того, что когда обрели мощи преподобного Серафима Саровского, то они не все были нетленные, обрели только часть. Поэтому долгое время не хотели прославлять в лике святых, даже самого Серафима Саровского. страдания за православную веру, отдельный критерий мученической кончина за веру, а также почитание церковным народом и дар чудотворения при жизни и или по смерти, как свидетельство того, что через подвижника действует божественная благодать. Зачастую почитание угодников Божиих верующим народам и было до официального проставления их в лике святых. Множество примеров в истории церкви, когда высшая церковная иерархия не хотела признавать того или иного угодника Божия, как, например, Блаженная Ксения Петербургская, Матрона Московская, также долгое время не проставляли царскую семью в лике святых. И множество таких примеров. Но от неустанного почитания простым верующим народам рано или поздно происходило официальное проставление в лике святых угодников Божиих. И почему-то в прошлые времена верующие, которые почитали угодников Божиих, да и их официальной канонизации, не называли культом или сектой, а в нынешнее время, какие только не вешают разные ярлыки. Надо заметить, что отык и Вячеслава почитают святым священнослужителям и миряне официальной церкви и среди непоминающих и здесь на родине и за рубежом. Причем зачастую бывает так, что по тем или иным вопросам касательно веры люди расходятся во мнениях, но в то же время и те и иные признают святость отрока и получать из него благодатную помощь, врачевание, укрепление. А как мы знаем, простую истину народную, что к пустому колодцу не идут водицы напиться. Так какая же это секта? Да, во все времена находились, конечно же, различные хулители, клеветники, которые смели обзывать святых, восставать на них, называли их экстрасенсами, колдунами и блудниками, какой только грязь их враг не обливал через озлобленных людей. Но они от этого не теряли святости, не стали менее святы. А наоборот, эти нападки со стороны темных сил на святых Божьих являются подтверждением того, что они врагу ненавистны, а Богу угодны. Ибо в Евангелии мы читаем, Господь нам говорит, что если бы вы были от мира сего, то мир бы любил свое. Не то ли мы наблюдаем и в наше время, как враг пытается очернить святых времен последних и отца Василия Тульского, и Николая Гурьянова, и Пелагея Рязанского, мученика Игоря, Симонахини Антонио и других, а особенно грязь и злобу изливают надивного отака Вячеслава. Сколько при жизни своей он претерпел нападок и по смерти, враг его не оставляет в покое. Память о нем. Так как он открыл такие тайны, которые не открывал ни один святой. О правиле Матушке Антонии хотелось бы сказать. Да, официально это правило церковь не признавала. Но ведь существует множество молитв и молитвенных правил, которые давали старцы своим духовным чадом. И эти молитвы применяются в народе келейное. Например, многие читают молитву на благословение дома, данную с херрхи Мадритом Виталием Сидоренко. Или в исключительных случаях в своей жизни прибегают к жребию, которую благословляли многие старцы, ныне почитаемые нами. Не все официально было принято церковью, но в народе, в домашней молитве, людьми применяется. И по вере своей люди получают помощь. Очень много людей, которые читают правила Матушки Антонии, и им снятся вымоленные младенчики. Бывают в виде голубей, бывают в виде лебедей, по числу нареченных имен. Люди получают утешение, благодать, заседетельствованы факты исцелений, улучшалась духовная атмосфера в семье, где читали правила Матушки Антонии. Иноверцы, сродники, принимали Святое Православие и много-много других случаев, которых не перечесть. Все эти случаи можно найти в интернете. Разве Сам Господь не показывает нам, что это правило принимается, и что вымоливание младенца через это правило важно для усопших сродников наших и для всех нас, живущих на земле. А главное, даже не в исцелении, как в таковом, а в том, что люди примиряются с Богом и утверждаются в вере православной. О маме отрока, Вячеслава, хотелось бы сказать. По словам очевидцев, Матушка Мария, мама отрока, в Великом посту несла сугубый подвиг, она ничего не ела, при том, что сильно страдала от неизлечимой болезни. Всю жизнь она терпела клевету и унижение за своего сына. На нее клеветали в том числе и за то, что якобы она имела финансовую прибыль от почитания отрока и так далее. Лично мне говорили люди, которые звонили в Чебаркуль, к близкой знакомой матушке, и она рассказывала, что когда поехала в Кумысное, в храм, где стоял грубь с тела Матушки Марии, то она прикоснулась к руке Матушки, а рука оказалась даже не теплая, а горячеватая и мягкая. А это было на вторые сутки по смерти. Также есть фото, все это можно в интернете посмотреть, Матушки в огробе, где она запечатлена с блаженной улыбкой на устах, как, например, старец Иосиф на Афоне, Серафим Роуз и другие праведники, почившие. Матушка говорила своим близким, что она умрет либо на Пасху, либо на Светлой Седмице. Так и произошло. А мы знаем, что дату своей смерти знали люди, которые были Богу угодны. Мама отрока, Матушка Мария, прожила жизнь, как глупоко верующий человек и праведно почила. Горько слышать, что отец Гавриил затрудняется назвать ее даже рабой Божьей. Также в своем видеообращении отец Гавриил сказал, «Все, что сказано о загробной участи упомянутых лиц, истина. А кто будет говорить иное, знайте, говорящий не знает то, о чем он говорит. Но как можно говорить об истине, ничем ее не подтверждая, не ссылаясь ни на какие факты подтвержденные? Одни слова. А мы, братья и сестры, видим обратное, что сам Господь представляет вот так и Вячеслава и его маму, и тех, кто угоден ему. Как все эти факты и многие другие, о которых не было сказано, можно отбросить в сторону или сказать, что не все вписывается в букву закона? Как все это можно отодвинуть? Как все это можно не замечать? Ведь все это есть. Все эти факты в интернете мы можем увидеть, прочитать. так же люди передают из уст в уста друг другу. Вот у меня такой был случай. Рассказывала знакомая, что они читали Акафису оттоку и Вячеславу и на камушках настаивали водичку. И потом этой водичкой девочки глазки протирали и она стала лучше видеть. Таких множество фактов. Их не перечесть. Как все это можно отодвигать в сторону? Братья и сестры, настало время, когда прежде всего мы должны с вами доверять Богу и всему тому, что Господь дает нам для нашего спасения. Спасайтесь, Господи, дорогие отцы, братья и сестры. Время мало осталось. Время осталось для покаяния, для спасения. Никого старайтесь не осуждать. Помоги все вам, Господи. Христос воскресе! С праздником вас!